Продолжая бюджетную тему. Образование — это одна из названных правительством приоритетных отраслей. Ему, в отличие от других сфер, сокращение расходов не грозит. Грозит новая модель оплаты труда педагогов. Но сами учителя от неё не в восторге. Галина Солодовник наблюдала, как министр образования пытается уговорить педагогов на работу на новых условиях. Новая модель оплаты труда учителей предназначена в первую очередь, чтобы упорядочить систему, говорит министр образования Марита Сейлэ. По её словам, учителя получают разную зарплату при одинаковых условиях. Кто-то 420 евро за ставку, а кто-то тысячу. Данная модель предполагает постепенное повышение зарплаты больше тем, которые получали в данный момент. Это очень-очень маленькие зарплаты и с меньшим повышением зарплаты для тех, которые в данный момент получают лучше зарплаты. Но профсоюз педагогов такой подход не устраивает. Они опасаются, что у некоторых учителей зарплата не только не повысится, а напротив, понизится. У педагога, который сегодня работает в большой школе, у которого зарплата примерно на сегодня 1200 евро, в том числе и налоги, у него зарплату понизят до 1000 евро. И эти деньги дадут маленькие. Но педагог, который работает в маленькой школе, и тогда вы понимаете, что делается в секторе. Это же конфликт между педагогами. При этом, по словам руководства профсоюза, из-за недостатка финансирования судьба маленьких школ и вовсе висит на волоске. Кроме того, не хватает библиотекарей и школьных психологов. На их маленькую зарплату трудно будет найти желающих. В самих же школах очень надеются на повышение ставок. И только так можно привлечь учебные заведения молодых педагогов. У нас есть еще вакантные места, и педагоги нужны. И я думаю, что ученикам тоже хотелось бы, наверное, работать с молодыми педагогами. Все-таки интересно, что когда молодой педагог преподает. Профсоюзы ждут от Министерства образования конкретный график повышения зарплат учителей, который они еще до сих пор не видели. И если компромисс не будет найден, не исключены акции протеста.